В молодежном парке снова праздник. Отдохнуть субботним вечером сюда пришли жители и гости Первомайского района. На сцене выступали вокальная эстрадная студия «Шоколад» и образцовая эстрадная студия «Россы». Исполняли молодежные хиты. Очень все нравится, хорошо поем, танцуем. Сближает, дети танцуют счастливые. Очень хорошо, здесь фонтан, здесь на самом деле много развлечений детских. Много, много. Ну, красиво поют. Парк нравится, только что деревья надо скорее, чтобы выросли, а то тенька нету, да, когда солнышко. Позитивная, все супер, класс. Песни молодежные, очень нравится. Вообще, надо больше мероприятий в нашем городе проводить, как можно больше. Спортплощадка тоже не пустовала. На ней упражнялись местные детвора и парни постарше. Другие любители активного отдыха обкатывали велодорожки. Уверяли, музыка добавляла заряд бодрости. Конкретно на эту площадку хожу раз в неделю. Обычно занимаюсь на районе, на котором я живу. Мне нравится, атмосфера праздничная. Девочки очень хорошо поют, танцуют, все очень хорошо. Мне нравится смотреть, как всякие вступают. Мне очень тут нравится, потому что корона, я тут часто гуляю. Ну и чтобы мероприятий побольше было, чтобы просто смотреть. Очень интересно. Ну, отлично. Мне нравится, когда что-то громкое играет. Мальчики и девочки катались на горке, карабкались по турникам и канату. Эта площадка стала центром внимания самых маленьких бобруйчан. Родители чутко наблюдали за детьми. Погода радует. Все веселые, дети играют, танцуют, поют. Каждый вечер, почти я здесь недалеко живу, поэтому все хорошо. Здесь организовано площадки детские есть. Больше концертов, да, больше площадок детских особенно. Вот это самое главное. Дети растут, им надо где-то играть, где-то общаться даже между собой. Когда стемнело, молодежный парк стал кинотеатром. Для зрителей поставили скамейки. Сеанс бесплатный. На ротонде разместили полотно, на него проецируют картинку. Рядом разместили стереосистему. Показывали белорусский фильм «Не игра». Сюжет рассказывает о молодом программисте Алексея Кузьминкове, который идет в армию, чтобы лучше узнать об устройстве боевой техники для создания компьютерной игры. Кинотеатры под открытым небом для Бобруйска уже традиция. Сеансы регулярно проходят и в городском парке на малой сцене. Анастасия Пахлёстова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.